итак продолжаем и теперь мы с вами поговорим о соусе не стоит путать обычно путают не стоит путать соус который художный материал соусом который можно купить в магазине это типичная ошибка и частенько люди шутят на эту тему но это совершенно разные вещи соус очень особенный многогранный художественный материал на самом деле мало кто о нем слышал он был популярен в 19 веке в начале 20 можно посмотреть на наброски и зарисовки крамского у него очень много таких замечательных рисунков есть к сожалению он был забыт нам много достаточно время но сейчас с ним снова начинает работать он очень интересный он чем удобен он есть сухой есть мокрый мы с вами сейчас рассмотрим разные виды соуса как он себя ведет в разные на разные бумаги и когда его лучше использовать для каких ситуаций соус имеет огромное различие по тональности вы можете видеть вот этот мелочек этот соус он они такими большими мелочками продаются обычно на развес то есть вы можете купить один мелочек можете купить два как вам нужно можете купить целую коробку соуса вот у меня к примеру есть специальная коробка где я храню разные соусы но их тоже желательно хранить например светлый соус отдельно хранить от темного соуса потому что они могут пачкать друг друга это не очень удобно в дальнейшем использование темных соусов также бывает несколько я вам представляю пока только один а их бывает и очень много и темно-серый и светло-серый и черный и и разные виды можно вот посмотреть вот это это соус коричневый тоже очень особенная вещь совершенно другой оттенок это соус темно-серый а вы можете посмотреть это голубой он такой но на самом деле это сероватый но он имеет голубой оттенок есть белый соус совершенно разные виды соуса они его разному себя ведут на бумаге если вы решили сухим соусом делать рисунок примеру он ведет себя как пастель вы можете посмотреть он и дает такой легкий тон при размазывание видите очень красивый бархатный цвет у него получается у него очень много оттенков и везде такие бархатные тона и также можно рисовать им как обычным мелком а сейчас я вам посмотрю покажу вот темно-серый вы видите какой то красивый такой оттенок он не черный не серый такой теплый приятный цвет и и он очень сыпучий и им очень хорошо делать залисовки к сожалению соус также легко пачкается и когда вы решите например закрывать его лаком он совершенно потеряет вот этот свой прекрасный цвет поэтому его желательно лаком не закрывать но хранить отдельно от всех остальных рисунков прокладывать его бумагой чтобы он не не сыпался и не пачкал другие работы и не пачкал саму эту работу вот можно взглянуть на коричневый видите совершенно другой оттенок такие особенные цвета это вы видели сейчас на примере сухой соус а обычно соус используют мокрым то есть на самом деле я сейчас вам расскажу как это делается потому что сейчас к сожалению мне нет с собой ступки этот мелочек например берется небольшой кусочек и он ступкой расталкивается на мелкий в мелкий мелкий порошок в мелкую крошку и потом туда заливается небольшое количество воды вы хорошенечко это размешивать и у вас получается краска то есть например я покажу на примере акварельной бумаги потому что соус на нее очень хорошо ложится особенно мокрый мы берем кисточку и мы видим что соус имеет особенность растворяться и и он жидкий ведет себя как акварель он очень хорошо стирается резинкой на самом деле таким соусом очень хорошо делать отмывки грунтовать бумагу для рисунка к примеру мы можем взять какой-нибудь серый я покажу вам на примере маленького кусочка и видите можно его развести как акварель но на самом деле это нужно делать более технологично и вы можете увидеть что он его можно и от самых светлых оттенков и довести его даже до самых темных то есть если вы замешаете себе темный цвет его может он может остаться вот таким темным тонким все будет зависеть от того какой оттенок вам нужен нужен темный вы будете замешивать темный нужен светлый вы можете замешивать светлый вот так он себя ведет вы можете видеть как ведет себя серый соус сухой как ведет себя сухой соус и как ведет себя мокрый соус они совершенно разные по сути это один и тот же мелочек но проблема мокрого соуса в том что если например вы делаете отмывку по карандашу вы можете ее не трогать вы можете сделать такой нежный светлый и оставить ее так как есть она будет очень воздушно а если вам нужен рисунок и вы например загрунтовали планшет соусом и решили что на нем будет рисунок не все материалы на него ложатся например к определенному серому соусу подходит темный материал а если например можно заглянуть тот же черный соус как он смотрит а если мы возьмем например ту же сангину она будет не так выгодно выглядеть как если вы будете использовать уголь или тот же соус то есть здесь всегда нужно подбирать материал какой лучше будет смотреться при каком соусе то есть это получается вы закрыли загрунтовали полностью планшет соусом и потом можете по нему работать этим рисунком также вы можете убедиться что резинка очень хорошо стирает соус то есть если вам нужен рисунок соусом вы его сделали а потом вдруг поняли что какой-то светлый момент умудрились заляпать или закрыть вы всегда можете его вытереть также это работает и на мокром соусе вы всегда можете вытереть тот кусочек до белого до белой бумаги вот можете видеть не хочется если вдруг мокрая бумага в этом проблема соуса что даже мокрый соус очень хорошо стирается но его не стоит крепить лаком потому что весь этот цвет он потеряется этот нежный голубой этот красивый серый они приобретут совершенно другие оттенки из-за лака поэтому их лучше всего хранить совершенно отдельном месте с и прокрываете листы бумагой чтобы они не пачкались а а а а а а а